Так, значит, 3 минутки еще ждем. Где там мой план? Так, значит, что у нас такое любовь, да? Мы будем рассматривать не все варианты, а более конкретные, что у нас такое любовь одного человека к другому. Потому что если мы любовь вообще будем рассматривать, то я не то что в час, я в 5 часов не уложусь. Так, чего я могу вспомнить на эту тему из школьной программы? Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим. Вроде Пушкин. Причем помню почему-то вторую половину. Вот, сколько стихов написали, а о чем пишут, собственно, не вполне себе понимают. Так, еще 2 минутки ждем. Фига у меня зрителей, похоже, что название стрима все-таки зацепило. Привет тебе, новый зритель. Я практикующий коуч, специалист по саморазвитию и развитию личности. Ну и вообще по правильному отношению к жизни и очень веселый парень. Если интересно, то подписывайся. Упоминаю, что для того, чтобы писать мне сообщения, нужно быть моим фуловером. Не с фуловерами, не общаюсь. Для тех, кто в ВК, ВК в рекламных целях, писать сообщения из ВК нельзя. Ну, хотите так, слушайте, а если интересно, тогда переходите по ссылке на Твиче. Ссылок полно. И, соответственно, тоже становитесь друзьями. Всем очень рад. Значит-то, поехали. Я думаю, что одну минуту мы ждать не будем. Значит, что такое любовь? Начнем с Википедии. Я тут скопировал, где лезть, где лезть. Любовь. Чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность другому человеку или объекту. Чувство глубокой симпатии. Любовь рассматривается также, как философская категория в виде субъектного отношения, интимного, изобретательного чувства, направленного на предмет любви. Любовь выступает важнейшим субъектом, индикатором счастья. Противоположность любви называется ненавистью. Любовь одна из фундаментальных и общих тем в мировой культуре и искусстве. Рассуждение о любви и ее анализ, как явление, восходит к древнейшим философским системам и литературным памятникам известным людям. Во как! Спасибо, Кэп. И что мы из этого понимаем? Лично я ничего. Значит, все виды любви вроде философского течения мы рассматривать не будем. Рассматривать мы будем любовь как чувство одного объекта к другому субъекту или как-то так. Значит, напоминаю тем, кто постоянно напоминать не нужно, а тем, кто временно напоминает. Так, я, пожалуй, отсюда открою и почитаю, а то мне неудобно читать с того, извиняюсь, монитора. Почитаем с этого монитора. Значит, существует три основных пути у нас в современном мире. Это путь научный, материалисты-атеисты, по мне, тупиковый. Путь религиозный, любая официальная религия, не путать с сектой. Ну и есть менее официальные религии, но тоже неплохие, да? И путь, в котором придерживается большинство, в том числе и я. Агностицизм. То бишь, мы не можем доказать отсутствие ни того, ни другого, и истина у нас где-то посередине. Соответственно, рассмотрим, что такое любовь с точки зрения всех трех этих путей. Далее, предупреждение. Все, что я вам сейчас рассказываю, есть сугубо моя точка зрения, основанная на моем личном опыте, моем мировоззрении и моем отношении к жизни. Напоминаю, что я агностик, который верит в Творца, как того, кто нас сотворил, но не верит в Бога, как некая всемогущая, милосердная бла-бла-бла, и в какую-либо из религий напрямую. Но также я верю в то, что мы живем в Матрице. Вот на основе этого я вам буду рассказывать. Итак, вначале рассмотрим наиболее глупый вариант, научный. Как пример возьму одного из своих любимых авторов, Александра Лазаревича, футуролога. Я вам когда-то читал нанотех, а у него есть еще одно великое произведение, технокосм. В технокосме происходит заседание Галактического совета, где в суде решается вопрос, быть или не быть Земле. И рассказывается история о Земле, но не как о центре Вселенной, а как о рядовой планетке, на которой ничего такого особенного никогда и не происходило, а-ля автостопом по галактике. Вот я вам начитаю, как пишет в этом романе Лазаревич о том, что такое любовь. Вполне себе научная точка зрения. Несколько слов по поводу умственных способностей человека. Когда первобытные обезьяны вынуждены были перейти к охоте, новый образ жизни сразу же предъявил новые требования к их разуму. Отныне им нужно было уметь изготовлять орудия охоты и пользоваться ими, координировать свои действия на охоте и делить добычу после охоты. Это потребовало увеличения размеров головы, поскольку главный мыслительный орган землян, мозг, располагается именно в голове. Но это требование вошло в противоречие с размерами родовых путей самки, расположенными между ногами. И до какой-то степени эволюции удалось решить эту проблему, увеличив расстояние между ногами самки, из-за чего нижняя часть ее туловища приобрела характерные очертания, отличающие ее от самца. Однако бесконечно увеличивать расстояние между ногами оказалось невозможным, поскольку это стало мешать самкам бегать и даже нормально ходить. А между тем, все усложняющиеся условия жизни требовали еще большего увеличения размера мозга. Следующим эволюционным решением этой проблемы было рожать детенышей практически недоношенными, пока у них еще сравнительно маленькая голова. Это означало, что детеныши раздались совершенно беспомощными и неприспособленными к жизни, и требовался гораздо больший срок по сравнению с другими животными для того, чтобы их вырастить, до более или менее самостоятельного состояния. При этом сам, как я уже упомянул, не могла нормально бегать и охотиться в силу особенностей своего анатомического строения. И она не могла прокормить сразу себе и детеныша. Эволюционным решением этой проблемы стал сложный психофизиологический механизм, привязывающий самца-добытчика к одной самке на те несколько лет, которые необходимы для того, чтобы поставить на ноги родившегося младенца. Люди называют этот механизм по-разному – сексом, половым влечением, любовью. Но суть его состоит в том, что люди практически постоянно испытывают влечение к особям противоположного пола. Но в лечении это не имеет практически ничего общего с половым влечением всех прочих животных на Земле, поскольку у животных это влечение направлено исключительно на продолжение рода, и возникает оно лишь в определенный период раз в год, всего лишь на несколько недель. У людей же оно присутствует практически постоянно, и биологический смысл его состоит в том, чтобы дать самке возможность обольстить самца и заставить его обеспечивать ее и ее потомство в течение продолжительного времени. Все это достаточно хорошо вписывается в общую картину жизни на Земле, для которой характерно использование одними живыми существами других живых существ в качестве ресурсов. Правда, в данном случае ред идет не о пожирании, а об эксплуатации, то есть паразитировании. При этом паразитирование носит двухъярусный характер. Ребенок паразитирует на матери, та в свою очередь паразитирует на отце ребенка. Вот вам научный подход, объясняющий, что такое любовь. Психофизиологическая, чего-то там, к чему-то там. Вот, пожалуйста. Убедительно? По мне нифига. Как же это, какое-то там средство манипуляции, какой-то там психофизиологический процесс, слепая идея эволюции. Кстати, для слепой эволюции идея-то нехилая оказалась. Ну да ладно. Давайте рассмотрим другой вариант. Навязанная нам системой. Напоминаю, что система ценностей, как называются мои стримы, взлом системы. Какой системы? Системы ценностей. Итак, система ценностей, называемая капитализмом общества потребления. Это навязанная нам искусственно, извне, мировым закулисьем, масонами, называть как хотите. Система, которая нас отупляет и делает из нас рабов. И мешает нам развиваться и достигать каких-либо высот. Потому что власть имущим умные люди не нужны. Вот. Соответственно, как любовь объясняется этой системой? Ну, как-то, что нужно вам обязательно найти хорошую девушку, если вы парень. Полюбить ее. Ради нее все там делать. И что? Завести семью, любить их, любить родственников, любить родину. Еще дофига кого любить. А если вы девушка, тогда вы рождены для любви. Вы этой любовью живете. И что-то такое. Ну, может, меня кто поправит. То есть, система нам это объясняет как-то так. Хотя это тоже ничего не объясняет и не говорит о том, что же, собственно, такое любовь. И как это все работает. Далее давайте я вам расскажу о любви подростков. Значит, в каком возрасте она проявляется? У меня вообще она раньше проявилась. У меня в первом классе. Я как-то никогда не был ребенком, никогда не дергал девочек за косички. Ну, я аутист, у меня специфическое восприятие мира. Как бы мы рождаемся взрослым, мы сразу машина. Но большинство детей, наверное, там к пятому, к шестому классу. Когда это... Вначале они дергают девочек за косички. Потом они за косички девочек уже не дергают. Но чего с ними делать, еще не знают. А при первом знакомстве с какой-то песочницей, еще до школы, это вообще вызывает крайние подозрения. А, что это? У меня вот эта штука есть, а у нее вот этой штуки нет. Ну, или наоборот. Это что-то страшное. Это какое-то инопланетное создание. Ну, может быть, все-таки с ним можно поиграть? Как-то так. Вот. А что происходит дальше? Что происходит у подростков? У подростков происходит якобы любовь. На что она похожа? С моей точки зрения, на наркоту. Работает она в две стороны. Вот. То есть, у мальчиков, они начитались с каких-нибудь там романов, или дослушались историй, или еще что-нибудь. Хотя, какие мальчики у нас что-то читают. Но сейчас, видимо, блоги почитали. Вот. Они на самом деле просто хотят. Но... Объясняют это любовью. А девочки начитались с других романов, в которых вот как раз система описана, что она рождена для любви, без любви она не живет, вот она, вот, что-то такое... Я не девушка. Если есть девушка, которая не побоится этого написать, то напишите. Тут я ничего сказать не могу. Но суть в том, что, как бы, к любви истиной, настоящей, это, естественно, никакого отношения не имеет. Вот. Это происходит значительно позднее. Хотя, естественно, из этого правила бывают и исключения, которые якобы подтверждают правила. Но, в общем, и в целом оно работает так, что мальчики просто хотят девочек, а девочки, они... хотят быть любимыми... отдавать себя... Вот, опять же, сложно тут с формулировкой. Ладно, к этому моменту я не очень подготовился. Кто там чего хочет и от кого? Ну, еще в книгах написано, что это очень важно, и что вот без этого прям вообще никак жить нельзя, и что-то в этом роде. Как-то так. Далее давайте рассмотрим религиозный подход. Что у нас любовь с точки зрения религии? А вот это уже очень интересно. Все. Бог есть. Любовь. То есть, как возник мир с точки зрения религии? Есть, был, всегда Бог, всемогущее существо. Но оно, поскольку было всемогущее, то там возникает проблема. То есть, поскольку у тебя есть... Поскольку твои возможности превышают твои потребности, то ты моментально умрешь со скуки. Потому что, что бы ты ни пожелал, ты исполнишь это раньше, чем ты, собственно, успеешь этого пожелать. А если бы еще к этому добавить бы власть над временем, или его отсутствие, ну тогда вообще писец. Выход. Установить себе ограничения. Поставить себе правила. Ну, это, собственно, объясняет, что есть мир. Игра Бога. Вот. А далее... Богу хочется любить. Богу хочется эту любовь отдавать. Но как он может сам себя любить, и сам себе ее отдавать? Это несколько странно даже с нашей примитивной точки зрения. И он разделился на части. Создал, допустим, нас. Мы кто? Ну, мясо. А мясом кто-то управляет? Вероятно, да. Такая штука, которая душа называется. Не знаю, как выглядит, говорят, вихрь света. Вот. Я вот сейчас тоже здорово посвеченный. Но явно не вихрь. И таким образом он смог через... Ну, вот, разделив себя на части, что каждая душа является частью Бога, глубоко в религию вдаваться не будем, но таким образом он смог познать, что такое любовь. Вот. И любовь с точки зрения религий официальных, да, это тоже... Это направленное на какой-то объект. То есть ты отдаешь. Ты отдаешь свою любовь кому-то, и от этого испытываешь счастье. Вот. Тут идет сразу у нас двоякое, да. То есть у нас одно удовольствие мы испытываем, когда любят нас, а другое удовольствие мы испытываем, когда любим мы. Но это как бы в идеале, да. А если мы возьмем, опять же, ту же шклату, там вспоминается что-то вроде... Сейчас. Выстрою песенка у меня одна дебильная всплыла. Значит. Не, не всплывает. Там было дофига имен, и проблема была в том, что один любит другого, но другой любит третьего, а третий любит четвертого, а четвертый любит первого, но вторая готова бросить первого, ну и так далее. И вот, блин, ё-моё, все перепуталось. Вот. Оно обычно, кстати, так и бывает, но тут, опять же, сильно путается любовь и страсть, да. То есть мужчины у нас головы две, и думать одновременно может только одна. Или сверху, или снизу. Когда она снизу, то... Женщинам проще у них. Вроде как голова одна. Хотя некоторые утверждают, что её нет, но я с этими соглашусь. Вот. То есть с точки зрения религии, собственно, любовь это вообще всё. Это и есть бог. Это самая большая награда. Это то, ради чего мы живём. Это то, к чему мы приходим. То есть всё, что мы делаем, мы делаем ради любви. Только тут, опять же, ради любви к кому? Вот. То есть нам самим, или мы её отдаём, да. Что у нас две потребности. То есть у нас есть потребность любить, и у нас есть потребность быть любимыми. И с этим, кстати, сложно поспорить. Причём, быть любимыми и любить тоже не обязательно к одному конкретному человеку. А, ну, лампу больше не поставил. Так вот. И потребности тут у нас разные. Так, в смысле, сам себя сбил. Сейчас вернём. Мне религиозный подход нравится гораздо больше. А теперь я вам расскажу о своём собственном. Посмотрим. Ощущение на своём собственном примере и на своей собственной жизни, да. То есть я, я гностик, у меня истина где-то посередине. Хотя вот с этим Бог-любовь, к любви надо стремиться. И любовь это самое светлое, собственно, для чего мы рождены. Мы рождены, чтобы дарить любовь. С этим я тоже весьма и весьма согласен. И я могу ещё добавить к этому то, что любовь это ещё и самая большая награда. То есть, когда мы будем вести себя хорошо и делать всё правильно, то Бог наградит нас любовью. Ну и, собственно, ради любви мы всё и делаем. Вроде как. Вот. Значит, я рассказывал на стриме, который у меня был предыдущий, очень важный, да, ещё раз о смысле жизни. Кому интересно, посмотрите. Что наша задача в мире развиваться. развиваться и расти. Это единственная задача, которую дал нам творец в обязаловку. Ну, ещё найти своё предназначение. Но одно другому не мешает. Значит, если мы развиваемся, развиваться можно огромным количеством накрутка есть, но не более чем половина, остальные сами пришли. Но сейчас лучше им за это не платят. Ладно, значит, если мы развиваемся, как это вообще всё выглядит? Допустим, есть гора. На гору ведут множество путей. У горы одна единственная вершина. Кто дойдёт до вершины, молодец, и вершина одна. Но пути идёт огромное количество. Эти пути, допустим, множество тропинок. Они какие-то прямые, какие-то, ну, совсем прямых не бывает, понимаете, совсем разные. Вот. Причём, какие-то пути они наверх не ведут. Например, путь атеизма, он определённо не ведёт наверх, он ведёт в тупик. Тут уж зуб дают. Вот. Можно подниматься на эту гору разными путями, можно подниматься медленно, кто-то очешет без перерыва, кто-то там скатывается, снова поднимается. И создателя, напоминаю, я в бога не верю, я верю в создателя, то есть создал и есть план, но не всемогущий, милосердный и так далее. Соответственно, рассказываю свою точку зрения, да? Вот. Он хочет, чтобы мы на эту гору лезли, при любом раскладе лезли. Если мы на эту гору лезть перестаём, то тогда он нам даёт пинка. выбора у нас в этом плане вообще нет. То есть он ждёт какое-то время, оно индивидуально у каждого. У кого-то может быть дни, у кого-то может быть месяцы, у кого-то могут быть годы. Вот. Но в какой-то момент ему ждать надоедает, и он даст пинка. Пинка он даст хорошего. Но представим, что он добрый. И каким образом можно давать пинок? Пинок, кстати, тоже можно давать по-разному. Можно, например, дать пинок так. Ты завис и не развиваешься. Ты уперся в потолок, и дальше ты не развиваешься. Ну и тебе пинок, ты в аварию попал, и ноги повредил, и дальше будешь кататься в инвалидном кресле. Вот получится у тебя после этого не изменить своё мировоззрение кардинально? Не получится. Или ты сдохнешь, ну тогда и фиг с тобой скатился с горы. Или ты продолжишь развиваться. Вот. Но зачем же действовать так брачно? Можно действовать позитивно. И вот тут мы подходим к моему пониманию любви. Любовь это инструмент создателя для тонкой настройки людей. Более того, делает он это для того, чтобы нам было хорошо, для нашей же пользы. А вовсе не для того, чтобы нам навредить. А теперь я расскажу об это на примере собственной жизни. Большой её кусок. Ну, аутисты вообще люди забавные. Поэтому первый раз я, наверное, влюбился в первом классе. И там всё было прекрасно, кроме того, что во втором классе я, правда, не учился. Ну, короче, на следующий год родители этой девочки я помню, какую её звали? Помню, но не скажу. Уехали в Америку и забрали её с собой. И вот не сложилось. А так, может быть, и женился бы там в классе в девятом. Меня здорово хейтили и травили, и я как-то охладел от этого дела. И в школе мне дальше уже с девчонками не везло, поскольку я был красивый, но бревном. Бревном я был очень долго. Это тут что есть, то есть. Вот. Соответственно, в какой-то момент этот образ жизни привёл меня к растительному существованию. А этот творец он этого не хочет. Он не хочет, чтобы мы были растением. То есть, допустим, мы начинаем на уровне робота, да, выполняем стандартную программу, а далее мы можем уйти или выше и стать ярким, вот вроде меня, видите, с подсветкой. Вот. Или уйти вниз и стать овощем. Ну, типичный наркоман. Я и был наркоман, я играл в Lineage. Вот. Кто скажет, что онлайн игры не наркотик, особенно ММО, вы заблуждаетесь. Ещё какой наркотик? В Финляндии даже освобождение от армии дают. И у меня была жизнь работа на заводе. Нет, даже не работа на заводе. Учёба, онлайн игра, всё. Друзей не было, ничего не было. Вот. Ну, и этот наверху сидит. Так. Как бы мне его встряхнуть? Если я ему дам пашбану, он, наверное, загнётся. И придумал. И ба-бах. Угадайте, что случилось? Я влюбился. Появилась девушка. Девушка была виртуальная. Вот. Привет. Она была из другого города. Мы с ней так и не встретились. И всё. И у меня, блин, треснул мир напополам, а также вдоль и поперёк, наискосок. И всё. Мировоззрение полетело. Аааа. И что происходит? Я влюбился. Чё делать непонятно. Весь мир к её ногам. Там стихи писал. Бла-бла-бла. Кучу всяких дичины делал, поскольку моя основа, я манипулятор. Вот я книжечку читал, да, цифровую. Это про меня. Вот. Всегда умел людьми манипулировать. Причём профессионально. На уровне, что элементарно вообще. Спасибо. Так вот. Соответственно, много дичины натворил. Там всё, чтобы быть с ней. И нифига. Чем больше девушку мы любим, тем меньше нравится. Спасибо. Тем меньше нравится мы ей. Вот. И... Кстати, вот эту любовь я помню прекрасно. И это была наркомания, блин, в последней стадии. Я ничего, кроме этой девушки, не замечал. Ничего меня не интересовало. Я мог сидеть в Аське, ждать, пока она явится с работы. Причём она меня с учёбой и она меня таким не воспринимала. И два часа писать ей сообщение пустой экран. Вот. Лесом такую любовь. Но да, эмоции тогда было. И это меня вот реально встряхнуло и прокачало, развило. Потом девушка ушла. Я впал в адскую депрессию. Но и это меня продвинуло, потому что прежним я уж быть не мог. Я хотел обратно залезть в свою раковину, вернуться к играм и забить на всё это дело, опять стать овощем. Ну, блин, я не мог стать овощем. У меня уже не получалось. Чё-то не хватало. Не приносили уже игры такого кайфа. Вот. И я изменился. Я научился дружить. Ну, не ладно, дружить я до сих пор не умею. Но, во всяком случае, научился взаимодействовать с людьми. Вот. Меня это вытащило. Ещё... Ну, значит, предпоследний. До реабилитации дела не дошло. Вот. Дядя, чтобы меня вытащить из депрессника, устроил меня, тогда, работу на завод, где я потом все с половиной лет был крабом. Но, тем не менее, это тоже был уже прогресс. Ну, соответственно, как было решать эту проблему с отсутствием девушки? Ну, нужна другая. Появилась у меня другая. Я её имени до сих пор не знаю. Интересная была девушка. Поскольку это был лайнейт, что это была тёмная эльфийка с ником Фиона. Вот. А как её в реале звали, не помню. Она мне живенько объяснила на пальцах, что хотел ты на самом деле не любви, а сами знаете чего. И в этом-то, собственно, была вся проблема. И не так оно всё было... Мир вовсе напополам не трескал. Это всё юношеский максимализм, да, и на меня там он не оболчался. Много чего мне объяснило. Собственно, всем вот таким вот важным людям можно сказать большое спасибо, потому что они нам всем помогают развиваться. Вот. А мы с ней познакомились... Я же безумно круто играл в игры. Ну и был я там в самой крутой в клане. Вот. Она самая эффектная и... Как-то так. Вот. То есть тоже очень много чем у меня научило и была новая ступень в развитии. Потом мы с ней разошлись на почве того, что она нашла ещё кого-то покруче меня. Я был опять раздавлен, но тут уже так долго не страдал и быстренько нашёл замену. Потом ещё одну. Причём в процессе, в пробежутках между этими виртуальными были ещё подруги, которые тоже нравились. Была, например, одна девушка, с которой мы играли в Айо. Вот. И... Ну, там, влюбляться я в неё не влюблялся, потому что у неё всё было чётко. Муж, ребёнок сидит в декрете. Пока ребёнок спит, делать особо нечего. Ну, у меня вообще особо по жизни ничем не занимался, кроме работы. Она отнимала только часов девять, да? Вот вместе с ней играли, болтали и болтали о смысле жизни, о том, как реальный мир устроен. Вот очень тогда интересная у меня была тема. Вот. Я понимал, что в учебниках истории написано чушь, что экономическая модель не должна работать, но я не видел альтернативы. Я не понимал, как там, допустим, красные могли победить во время революции, если это был вообще абсурд и у них не было ресурсов. Явно что-то помог, но кто помог? Вот. И она мне порекомендовала фильм Дух Времени. Я его посмотрел и охренел вообще. Вот после него-то я и стал сторонником теории заговора, которой до сих пор являюсь. Дух Времени, правда, фильм весьма примитивный и сделан для американцев. Для русских есть тема поинтереснее, кому надо находить его в ВК скину. Вот. То есть это тоже был этап, и тоже эта девушка на меня повлияла. Далее девушка появилась на работе. На работе я, ну, там, малость продвинулся, стал оператором станка, и мне дали помощницу. Помощница, это годилось мне по возрасту в матери, хотя она была весьма симпатичная, но это была, так сказать, первая девушка в реале. И тоже серьезный опыт, и тоже повлияла, и тоже прокачала, и тоже я в нее малость влюбился, правда, муж у нее был такой серьезный, что я понимал, что связываться с ним не надо, что было правильно. Вот. Потом была еще одна очень интересная виртуальная девушка, дело в том, что я тогда был хардкорный геймер, но эта девушка была еще более хардкорным геймером, чем я. Я до сих пор не видел альтернативы, причем познакомились мы с ней в игре Властелин колец, вот, которая вообще была игра крабов для крабов, а она была адски хардкорный геймер, ну и не только геймер, ну, про это умолчи. Вот. И на ее примере я понял две вещи. Во-первых, что пара геймер плюс геймер это плохая идея, ну, потому что безумно интересно качаться, но это дорога никуда не ведет. Вот. Поскольку на реальный мир тогда забьют оба. И второе, что я понял, это тоже, это я увидел себя со стороны. Вот. То есть, каким я был для других людей. Когда вот так вот сидел за компом, а если кто пытался вырубить мне интернет, ну, получал по морде. Я такой ролик шикарный видел, там сидит геймер, а к нему пристает девушка, ну, там, отвлекает, 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 у нее такая большая красная кнопка, у нее бум, кулаком, и такое бревно пролетает, девушку. Ну, примерно так про меня было. Вот. А на примере этой девушки я увидел себя со стороны. Еще она ненавидела весь мир и считала, что все мужики козлы. Ну, в этом я ее разубедил. Ну, естественно, когда встречаются два человека, вот, то вот этот вот любовь, да, я повторю, это инструмент творца для тонкой настройки людей. она влияет на обоих. То есть, я влияю на нее, она влияет на меня. Вот. Нас вместе сводят на определенный этап, чтобы друг другу помочь и чему-то научить. Причем, тут еще есть нюанс, что для меня все просто, для меня, в нашей жизни есть ролевая игра, да, мы уровень прокачиваем. Сводят людей примерно одинакового уровня, чтобы они друг друга подтянули, приравняли, и, ну, может разошлись, может дальше вместе развивались, не знаю. Вот. А с чем мы с этой девушкой разошлись? Я помню, что мы еще второй раз сходились, первый раз в Латрошке, второй раз в Варкрафте. Она мне запорола весь кайф от игры World of Warcraft, потому что ей принадлежат, например, такие незабвенные фразы, как ты что делаешь? Квест читаю. Ты что, дебил? Нафига тебе его читать? Ну, интересно же. Ты что, полетели качаться? Вот. И запорола. Если не World of Warcraft пролетел по диагонали, первое впечатление бывает только один раз. Жаль, великая игра была. Ну, ну да ладно. Мы с ней разошлись, что я струсил, к ней так и не приехал. Ну, собственно, вполне заслуженно, и она дошла себе реального парня. Вот. Я, кстати, ее хотел потом найти в соцсетях, но я слишком мало про нее знаю, поэтому она так и не нашлась. А у нас контакт был через скайп, где она до сих пор висит, но контакт мертвый. Вот. Ну, фамилию она, естественно, поменяла, поэтому... А дальше это все перебестилось в Реал. В Реал это перебещалось как-то так. В цеху началась Санта-Барбара. Пришла, там, была одна пара, где девушка была мега, я это называю, самонер-вампир, которая, о, мужик, надо его захомутать и до себе жидеть. Вот. Она пришла с домашним мальчиком, ну, покладистным, знаете, куда положили, там и лежит. Вот. Потом увидела, что... Спасибо за подписку. Был очень умный парень. Вот толковый... У него была жена и ребенок, но ее это не остановило. Она, недолго, думая, разбила эту пару, захомутала себе этого парня. Ну, они с ней до сих пор счастливо живут. А дальше произошла еще более интересная вещь. Дальше в цеху появилась еще одна пара. Очень красивая, очень прикольная, и эта даба решила «О-о-о-о!» Это еще круче. И выполнила по той же самой схеме. То есть, разбила ту пару, а вот захомутать себе не сумела. Вот. А в той паре возникла вот какая Санта-Барбара. Вот. В жизни она бывает покруче, чем реально любой мексиканский сериал. Эта девушка, которая была красивая, осталась без пары, она решила, что надо бы... Что с ней не так? Как от нее парень ушел? Надо ей всех подряд очаровать И давай очаровывать всех симпатичных парней в цеху Я тоже всегда был очень симпатичный парень Вот, и, блин, я же никогда не был дураком Я всегда был умный Ну вот, разве что, кроме этой первой любви Когда там вообще крышняк поехал капитально Но это молодежно У меня это было чуть позже Поскольку аутист лет за 20 Но, тем не менее Вот Она меня очаровала Я понимал, что шансов у меня никаких Даже по сравнению с другими парнями Потому что я такое симпатичное бревно с глазами Вот Но я в нее влюбился Ну, не влюбился Вот этим вот, нижней головой, да Я кошмарные вещи творю Я ненавижу всех остальных парней Я хочу их убить Причем я понимаю, что это хорошие парни И что это все бредятина Да и вообще мне как бы с ними дальше работать Че делать-то? Че делать-че делать? Клин клином вышибают И залез я на сайт знакомств А мне слабо было написать девушке А там не нужно было писать девушке Там можно было лайкать Я лайкнул Первую десятку понравившихся девушек Никто не ответил Я лайкал Вторую десятку понравившихся девушек Три ответили На одну из них я спустя два года женился Так у меня сразу появилась жена Вот Ну, жена чуть позже Но, тем не менее И отношения перепрыгнули в реал И опа Че я достиг, да? Дофига че достиг Там столько всего произошло Наверное, этой женщине я больше всех благодарен Вот Потому что я реально достал бревно с глазами То есть мы потом обсуждали Она рассказывала про первое впечатление Я это все прекрасно знал Дело в том, что было виртуальное я И было я реальное И это были две большие разницы То есть я виртуальное в 13 лет Уничтожал Убивал драконов Интриговал Вводил рейды И захватывал замки Было Вот А вот я реальное Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Плюс-минус, ну, чуть-чуть не дожили, до шести. И за это время я сменил дебильный завод на очень интересную работу. Я был инвалидом, но это другая история, да, но я восстановил себя, вот, начал продвижение по саморазвитию, стал эзотериком, восстановил здоровье, профессионально занялся спортом, стал призером чемпионата России в экстремальном спорте. Ну, вот, кто ролики видел, ну, там, посмотрите, у меня дофига инфы, да, то есть сейчас я в 35 лет являюсь бокером и батутным акробатом, планирую стать первым в мире бокером, который пробежит полумарафон, сейчас к нему активно готовлюсь. Вот, и все это благодаря, ну, это я, да, это я делал, но с чего бы я дошел до жизни такой? Но это снова был тупик, я снова остановился, мы с ней засели в тихом гнезде и как бы все, для меня это был тупик, я бы так там и засел. Ну, человек, он опять перестает развиваться, ну, все нормально, комфортно, сносно, дальше не развиваюсь, вот, и что случилось? Да, то же самое, бабаха я снова влюбился в одну из своих учениц, ну, я тогда уже вел секцию бокинга, опа, хе-хе-хе, и снова появилась девушка. Там все было не так просто, ну, дальше жена наличие девушки не оценила, и мы расстались, что грустно, в этой ситуации злодеем был я, что публично признаю, ну, как бы, это не имеет отношения к текущему стриму. Вот, и с этой девушкой я продвинулся в плане развития, вообще офигеть как, мы прожили вместе чуть больше года, вот, расстались недавно, но, блин, что я за это время сделал? Я понял свое предназначение, я нашел смысл своей жизни, я офигительно прокачался во всех направлениях, ну, например, стримить я начал именно когда уже был с ней, вот, начинал там с каких-то жалких роликов на ютубе, жутко боялся, я говорю, я утист, я боюсь, у меня есть, я боюсь людей, ну, раньше так было, сейчас уже не так, вот, и это все произошло вот за этот год, то есть, я перестал бояться. А самое главное, я решил свою основную проблему, то есть, я исправил установку, у меня был косяк, я по умолчанию воспринимал людей как злых, то есть, человек для меня был по умолчанию злой, злой, пока он не докажет мне обратное. Это вопрос интересный, реальных три, виртуальных много, шесть или семь, вообще, я, конечно, всех их помню, но за не столь долгую жизнь, просто период времени был разный, да, вот, дольше всего прожили с женой, там, где-то лет шесть. Вот, и получается, что опять-таки, то есть, вот, как с этой девушкой разошлись, но остались друзьями, у меня все прекрасно, вот, и опять-таки, любовь для меня пришла как, вот, инструмент по настройке. Но это есть, да, мой подход и мое время, а сейчас новая девушка, вероятно, меня смотрит, скорее всего, в ВК, привет ей. Вот, с ней мы знакомы две недели и тоже колоссальный прогресс, вот, то есть, я продолжаю развиваться, ну, там еще одно направление, я стал людям помогать. Я давно хотел, но стеснялся, боялся, вот, а потом перестал. Сейчас вот уже активно практикую как коуч, уже и как коуч помог, 14 клиентов у меня есть довольных, вот, и по мелочи, то есть, там, помогать, ну, в плане, за советом обращаются, бывает, что случайные люди, я в соцсетях работаю, то есть, кому интересно, там, внизу есть кнопочка, да, там, моя помощь, заходите, вот, пообщаемся. Ну, или находите меня в ВК, у меня там дофига информации внизу, вот, и этому всему я тоже научился, то есть, получается, что меня вот эти вот, любовь вела по жизни все время, она была компасом, указывающим правильное направление. Получается так, вот, ну, немножко путано получилось, я извиняюсь, не готовился, но тем не менее. И это ведь не конец истории, это еще продолжается. Вот, то есть, мое мнение, что любовь это инструмент, которым создатель вам помогает, вот, и более того, он еще этой любовью вас и вознаграждает, то есть, когда вы этого заслужите, вы это получите, да, поэтому не бойтесь. И что еще важное, я извлек, какой урок из своей жизни, что не держитесь за людей сверх меры, не вцепляйте у него когтями, то есть, можно посадить человека на цепь, но от этого не будет легче, и вам, и ему, да, умеете принимать, и умеете отпускать. Когда вам необходимо, вам дадут замену, то есть, уйдет один человек, на его место придет другой. Если вам в данный момент человек не нужен, вы сами этого не осознаете, это можно осознать, только оглянувшись назад через много лет, а сходу это не осознается. То есть, со временем вы как бы поднимаетесь над лабиринтом своей жизни, смотрите назад и понимаете, как оно все прекрасно сложилось. Вот, а в тот момент этот выбор может казаться вам ужасным, вам может казаться, что все, жизнь кончена. Нет, нифига, ни при каких обстоятельствах не кончена. Ну, разве что, если вы умерли, тогда кончена эта жизнь, поскольку я верю в реинкардацию, то и тут не конец. Вот, получается так. Ну, ложился в 15 минут, теперь можем пообщаться. А вот научное объяснение, да, из Википедии мне, ну, ни в какую не заходит. Чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность, устремленность другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Вот про объект мне вообще нравится, да пожалуйста. Я, конечно, твоих вопросов боюсь. Да пусть будет. Фига у меня, кстати, зрителей. Ребят, спасибо огромное, если интересно, то подписывайтесь. Кто с ВК, переходите в Твич и подписывайтесь. Явно стрим вызвал ажиотаж. Причем, ну, у меня же нет прямой раскрутки. Я только оставил пару ссылочек. Такие стримы у меня раз в неделю. Потому что больше, чем до один день, меня просто не хватает. В остальное время читаем. Ну, и смотрите, там в записи есть YouTube канал, на нем записи всех ключевых стримов, плюс группа ВК, да. Кстати, огромная просьба ко всем, у кого есть ВК. Мне очень нужно, чтобы мой верхний пост развелись. Нехило, кстати, развелись. Но здесь вопрос сложный. Так, я договорю. Значит, мой верхний пост ВК, если наберет 100 лайков, то тогда меня ВК начнет автоматически раскручивать. Вот. И это мне очень поможет в продвижении, ну и поможет мне помогать людям. Так что, ребят, помогите мне, пожалуйста. То есть, просто лайкните мой верхний пост ВК. Буду очень признателен. Там не хватает. Все, 13 лайков, по-моему. Значит, мои вторые половинки, да, развились, находясь со мной, но это их истории. Вот. То есть, с женой было несколько душевных разговоров. В том числе в конце. Например, как я помог косвенно. Не я, мы инструменты. То есть, как я как инструмент помог. Она работу нашла. Она нашла свой интерес в жизни. То есть, поменяла занятия. Сейчас она фрилансер-художник. Вот. Ей эта работа очень нравится. Плюс через меня она познакомилась, допустим, с друзьями, которые... Ну, она сейчас уже не в Эстонии, но друзья тут остались. Вот. Соответственно, там, с ними поддерживает контакты. Нашла себе, там, другую работу. Ну, она дизайнер, но она была дизайнер не тот. Вот. Стала 3D-дизайнер, потом там перешла. Вот. Виртуальная, которая, вот, была хардкорная геймерша, ей доказал, что мужики не козлы. Во всяком случае, в виде себя. Хотя, на тот момент я козлом был, но, да, видимо, считала обратным. Вот. И она таким образом смогла, допустим, поверить парням. Эм... Так. Кого там, кого там еще в пример привести? Про первую понятие дебею я не интересовался ее дальнейшей жизнью. Эм... Ну, вот, с которой расстались только уж там вообще. Когда мы с ней познакомились, она тихонечко спивалась. Потому что у нее выше крыши было проблем. Вот. И я ей тогда тоже помог. Но она мне помогла гораздо больше, потому что именно с ней я за неполный год именно осознал себя. Причем она не работала тонко, она работала топором. Это были варварские методы, но, бать его, они работали. Но мне сложно рассказывать о том, как я повлиял на жизнь других людей. Потому что это как бы их жизнь. То есть если бы пригласить их сюда... Кстати, наверняка кто-то из меня же смотрит. Вот. Но молчат. То они смогут рассказать много интересного. Ну, возможно, они еще смогут рассказать что-то такое, что мне не понравится. Но... Это жизнь. Жизнь это путь. Я вот думаю себе татуху набить, которую у меня в ВК есть иероглиф. Кто видел? Вот. Это Дау. Дау это правильный путь. Вот. И хочу на плечо. Мне как раз экс-девушка-то, она хной пару раз рисовала. Получалось красиво. Правда, тусло. Правда, теперь говорят, что это мешает медитировать или чего-то там карму снижает. Тут еще не знаю. Кстати, знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я скачал курс выход из тела за три дня. Вот. Смысл такой. Три занятия. Двое суток. Первое занятие у меня будет вечером сегодня. Результат. Я должен оказаться отдельно от своего физического тела в осознанном состоянии и понимать, что я отдельно от тела. После чего, как бы, у меня самого не должно остаться каких-либо сомнений. Хотя у меня их и так немного. Вот. Так что, если стрибы внезапно закончатся... Какой-то сегодня день. Я фрилайсер, забываю. Я все дни рабочий. Вторник. Значит, получается, среда-четверк. Да? Если с пятницы стрибы внезапно закончатся, то, значит, я потерялся. Потому что говорят, что не подготовлю бы это делать опасно. Но будут надеяться, что я достаточно подготовлен. Курс интересный. Ну, соответственно, если получится, то расскажу. Верите или нет. Решать вам. Да то и свобода. Так. А чего у меня по зрителям ВК? Фига. Понятно. Ну, что, кому еще интересно, подписывайтесь. Еще вопросы есть? Я бы послушал ваше мнение. Вот скажите мне, любой из здесь присутствующих, а что вы обо всем этом думаете? Что такое любовь с вашей точки зрения? Ну, или вот я рассказал, да, с моей точки зрения. Можете вы привести примеры из своей жизни, которые подтверждают или опривергают то, что я вам только что рассказал? Ну, у меня именно подход, получается, агностика, да, то есть, ну, я агностик верующий. То есть, я агностик, но создвиг в религию. И религиозный путь мне подходит, потому что я вот читаю религиозные книги, мне, ну, не Библию. Библию не рискну. Вот. И нормально. Этот путь определенно тоже ведет на вершину горы, хотя и не так, как я туда хотел. Ну, мы обсуждаем любовь к людям. Вот тебе любовь в жизни развиваться помогала, там, конкретные примеры привести можешь. Я, собственно, про твою историю-то вообще мало чего знаю. Ну, да. Ну, ладно, я был частью твоей истории, да, я тот, кто познакомил. С Вахой поработал четко. А вот, кстати, тоже ведь повлиял. Все влияют на всех. То есть, я рассказывал именно, как вторая половинка влияет, но это же неправда. Огромное количество людей. Я проделывал когда-то упражнения по возвращению в прошлое и вот искал вот эти вот важные людей, ниточки, стрелки, которые на меня влияли, которые мне помогали. Я нашел их сотни. Так, а у меня идет чат. Или не идет чат? Идет. Хорошо, мы видим, просто быстро исчезает. Я, кстати, офигеваю от 120 зрителей. У меня же реальное, ну, у меня нет раскрутки. Я только поставил стрим куда-то наверх. Ребята, огромное спасибо. Если еще кто и живой есть, так вообще классно. Ну, это скорее подход системы. Ну, да, но семейные отношения бывают и без любви. Или бывают, один другого любит, а другой, о, ну, он же меня любит, это же замечательно. Так вообще чаще бывает, чтобы того вы безумно любили, я про такие случаи торчитал. Это что называется отраженным светом. То есть один светит, а другой отражает, как зеркало работает, и поэтому там часть этого. У меня вот самая сильная любовь была именно к этой первой, но это сложно назвать чем-либо, кроме наркотической зависимости. Причем в крайне тяжелой степени, то есть тут я бы согласился с Лазаревичем. И тогда он рухнет. В России, кстати, по-моему, любят строить дома без фундамента, насколько я помню. Мам, ты тут? А, да. А, мам? У нас, слышь, мам, у нас в Новгороде же дом, по-моему, без фундамента был построен, или я путаю? Он его очень сособочило капитально. Нет, но фундамента... Ну, в России, насколько я знаю, строят дома без фундаментов. Вот. И тогда их здорово ведет. Так что как-то жить можно. Криво, косо, но тем не менее. Кстати, с любовью, насколько я понимаю, еще есть такая забавная штука, что она уходит. То есть с точки зрения того, что я сейчас объяснил, это тоже все легко, объясняемо. То есть уходит, значит, все. Выполнили свою задачу. Хватит. У меня, собственно, так и было. Так, давайте так. Будет диалог. Общаемся еще 15 минут. Я думаю, что такой стрим вести еще час смысла не имеет. Так. Я хочу кое-что проверить. Извиняюсь, отвлекусь на секунду. Потому что я-то как раз-таки в такие моменты ожидаю какой-либо активности от зрителей. Но зрители любят проявлять активность, когда я читаю. И не проявлять ее, когда она нужна. Ну да ладно. Никто же никому ничего не должен. Здравствует анархия. Так. Прекрасно. Значит, насколько я понимаю, такое количество зрителей должно дорого стоить. Я прав? Фига себе. Вот это номер. Теперь понятно, почему у меня сто зрителей. Спасибо. Я на Twitch Master как-то в топ попал, взяв второе место. Нормально. Значит, там порядка 80 ботов. Ну, какой-то живой человек есть. Плюс я этот стрим буду показывать. Так. Тогда имеет смысл... А. Имеет смысл... Ну, собственно... Для того, чтобы продлевать это как-то дальше, нужно... Развивать тему. Фига себе. Так. Еще активные зрители есть? А что вы думаете о любви к родине, любви к своему делу, любви к искусству? К чему там еще любовь бывает? Что у этого общего с любовью к человеку? То есть есть какие-то общие черты? Общие определенно есть. Можно, кстати, еще, допустим, любить кота. Или мышей. Детей, вероятно, можно любить. Но тут не знаю. Что-то мне сильно подсказывает. Просто я тут... Прожил год с соседкой, которая так любила детей. Да и топор был обраскольником. На эти видео было какая-то неправильная сетка. Любовь между мужчиной и женщиной, она ведь тоже интересно развивается. Первым этапом, насколько я понимаю, идет взаимовлюбленность. Да, там первое впечатление. Потом там еще идет страсть. А потом все это утыкается обычно в бытовуху. Когда она в бегудях, посуда не мытая. И тогда эта любовь бывает, быстренько поджав хвост, удирает. Когда пропадает вся эта сказочная романтика и начинается реал лайф. Я читал одну очень интересную брошюрку. С женой еще читали. Там рассказывали, что любовь настоящую, ее надо развивать. Это тоже с ради религиозного. Развивать ее надо очень долго. И для того, чтобы ее взрастить, должно пройти не менее 10 лет. Ты мне говорил, что ты не знаешь, что это такое. Уже знаешь? Ну, допустим. Была любовь, была не любовь. Как это определить? То есть, у нас же нет какого-либо... А, так, какой. Значит, есть такие, так, любвиметр, да? Который вот взял и типа... Поверил. Так, так, какой способ проверки? Очень интересно. Я не представляю себе... Ну, в смысле, я знаю таких людей. Вот моя бабушка с дедушкой. Они вместе всю жизнь прожили. После войны встретились и... Сколько там, лет? Пятьдесят. У жены родители такие же. Они тоже. Ага. Ага. Интересный. Подход. У меня к таким людям всегда возникает колоссальный вопрос, потому что, по мне, самое важное, это для того, чтобы люди вместе прокачивались. Поэтому люди должны быть примерно одного уровня развития. И потом они начинают развиваться вместе. Вот. Но, как бы, за всю жизнь человек, он же меняется кардинально, причем абсолютно. То есть, бывает, что какое-то событие, вот как я рассказывал, оно меняет человека мгновенно. У меня было, что я вот поменялся за 2-3 месяца. Вот. Ну, обычно человек меняется с годами. Ну, и через 10 лет это будет уже другой человек. Не тот, за кого ты, допустим, вышла замуж, да? Причем, мало того, что меняется тот человек, ты ведь сама тоже меняешься. То есть, это получается, что вы, допустим, даже, ну, пусть будет уровень. Уровень у вас примерно одинаковый. Но вектор развития у вас пошел совсем в другую сторону. Он стал каким-нибудь там эльфом-самонером, а ты стала там гномом... Ассасином. Вот. И все. И вы уже совсем разные. То есть, как бы, лет 10-20, еще понятно, блиц за 50, и там уже частенько, с моей точки зрения, эта любовь, как раз-таки, навязанная система, ее заменяют привязанностью, долгом, еще чем-то. А еще огромное количество людей, просто гигантское. На самом деле, страдает. Причем, страдают обычно не оба, хотя бывает и так. Так, страдает кто-то один. То есть, один другого задавил, в клетку посадил, и вот пьет из него кровь. Вот. С этим я очень часто сталкивался, в том числе и работая, вот, когда людям помогал, как психолог. Очень часто. И мне там задавали вопросы, ну, там, что-то вроде, ну, это же от Всевышнего, это же на всю жизнь, это же грех частки. Сильно спорный вопрос. Человек формируется всю жизнь. Мы развиваемся не 15 лет, образование не заканчивается школой. Я бы даже сказал в корне наоборот. Школа не дает образование, поскольку все образование учит нас то, как образовываться и как становиться достойной ячейкой общества. Она не учит нас, как быть счастливыми, она не учит нас, как жить, как правильно, ну, ничему. Вот, единственное, одно направление. Вот, как я в интернете читаю, коучинг, бизнес-развитие, бизнес-развитие, деньги, бизнес-бизнес-развитие. Как будто бы кроме денег ничего нет. Ну, допустим, то есть у каждого из нас есть некое ядро, да, с которым мы вообще рождаемся. И дальше мы это ядро полируем напильником, но ядро, оно, оно ядро и есть, да. И ты хочешь сказать, что вот это вот ядро, его как раз таки можно рассмотреть, если человек сформировался. И тогда это все равно будет тот же самый человек. Ну, во всяком случае, в своей основе, да, тут тоже очень спорный вопрос, по которому у нас мнение расходится, что такое человек, да, и с чем его едят. Вот, из книги Витаностра, там спрашивали у нечеловека, он говорил, двуногая, прямоходячая, решенная перья. Вот она, да. То есть вот эта вот основа, да, она не меняется. Если брать родителей жены, как пример, то они прожили вместе потому, что у меня была теща, которая абсолютно не конфликтный человек. Просто это вообще, таких людей я других не знаю. Вот, и она могла ужиться с кем угодно. Абсолютно. Вот, хоть с динозавром, поэтому там без вариантов. Ну, а поскольку кесть был не динозавр, то вполне себе. Если бы все было так просто. Ну, допустим, я тебя понял. Ладно, давайте на этом стрим заканчивать. Собственно, поговорили, я этот стрим буду теперь гонять в повторах, да. Большое спасибо всем, кто зашел. Подписывайтесь, увидимся завтра. Завтра будем слушать Бода Шафера. Искусство управлять своим временем. Четырехчасовая книга. Я думаю, что я ее в оригинале запущу. Просто буду ставить на паузу и комментировать. Потому что нет смысла мне ее дочитывать. Я ее не читаю лучше, чем там дочитать. А плюс там еще есть музыкальное сопровождение. Так что попробуем новый формат. Вот, напоминаю, что у меня теперь есть второй канал, где для олдфагов, поскольку я геймер олдфаг, да. И, соответственно, там я стримлю... Там я стримлю... Игры 2000-х годов. А когда таковой в данный момент нет, тогда я играю в КС. Вот. Ссылки на него еще нету. Я думаю, батя, сделаешь потом кнопочку красивую, да. Так что пока что вы можете перейти вон на него. И еще раз большая просьба. Кто может, лайкните, пожалуйста, мой первый пост, верхний пост ВКонтакте. Только он наберет 100 лайков, это мне сильно поможет. Все, друзья. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что смотрели. Пока-пока.